Всем привет, меня зовут Илья, сегодня у нас на повестке дня практика, будем много играть, учиться. Я себя стал ловить на мысли, что я отошел от этого немножко куда-то в сторону, в сторону к струн, комбиков, примочек. Но, конечно, это все хорошо, но о музыке тоже не стоит забывать. Сегодня бы я хотел поделиться с вами очень крутым подходом к игре соло, к сочинению импровизаций. Я не оговорился, лучшие импровизации они сочиняются заранее. Вообще, к сочинению мелодий. Многим людям, очевидно, удобно, когда есть какой-то алгоритм, какой-то план действий, по которому можно работать, который можно развивать и добиваться каких-то результатов. И сегодняшнее видео, собственно, об этом. Я покажу некий план, некий алгоритм работы с импровизацией. Если вам нужно сыграть какую-то соло, импровизацию или мелодию даже сочинить, есть классный алгоритм. Суть данного алгоритма заключается в том, что мы начинаем играть с одной нотой и постепенно добавляем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую до бесконечности. При этом попутно выжимая все соки из этих комбинаций. Но так как мы будем мыслить не нотами, а ступенями, то есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, девятая, восьмая, одиннадцатая, мы будем мыслить ступенями, соответственно, мы можем математически записать эти алгоритмы, алгоритмы ступеней по очередности этих ступеней и постоянно их использовать. Записать себе, так скажем, выписать план, выписать алгоритм и постоянно им придерживаться, играть всю жизнь. И это будет работать, это будет всегда звучать. В начале видео недаром я сказал, что будет практика, так как я собираюсь сейчас взять бас-гитару, включить лупер, записать аккордовую последовательность в определенной тональности попсовенькую и показать, как этот алгоритм работает в реальном времени. Чтобы не просто языком молоть по воздуху, а еще и показать, чтобы люди понимали. Потому что когда человеку показывают, ему понятнее становится. Он сам может примерно повторить, и у него получится. Очевидно, что это хороший способ. Для этого нам нужно взять гитару заранее приготовленную. Тяжелая, что-то как-то... Гитара, значит, не настраивал, я ее специально подведен, но вроде нормально. Мы в соль-мажоре сегодня поработаем. Тональность соль-мажор. У меня была тяжелая неделя, поэтому я сегодня буду в режиме легком, без перегрузов, без всяких эмоциональных всплесков. К примеру, я заранее подготовил лупер с тональностью соль-мажор. В поп-рок-музыке, в металле, в панк-роке обычно по дефолту одна тональность. Редко там модуляции бывают, максимум две, это как редкость. Сейчас уже, наверное, нету. Раньше были больше. Если мы говорим о джазовой музыке, там, как правило, минимум две-три тональности. В основном, если традиционный джаз, мы не говорим там модальный джаз, не берем это все тепли, нам этого не надо пока лезть. Обычно традиционный стандарт, там две-три тональности, ну, три-четыре тональности может быть. Но сейчас не об этом, мы разберем, чтобы было понятно на одной тональности. Дальше вы можете это все перекладывать, если есть две, то же самое используем. Дальше вы можете это сделать. Записал, чтобы было не скучно. Значит, последовательность аккордов, тональность соль-мажор. Простая такая попсовая последовательность. Одна тональность. Если у нас в джазе минимум там две-три бывают тональности, то в поп, роке, металле обычно одна. Редко бывает, когда там какие-то модуляции, но, как правило, одна. И аккорды у нас диатонически расположены, поэтому мы сегодня будем мыслить с соль-мажоре, тональность соль-мажор. В чем же заключается методика? Мы начнем с одной ноты и будем ее постепенно развивать. Вы можете начать с первой ступени, можете начать с третьей, можете начать с пятой, как правило. На выбор у вас три. Иногда можно начать с седьмой. В случае, если у вас фанк, джаз, фьюжн, басанова, где есть септаккорды, можно начать седьмую, но она разрешается в первую. Это доминантовая нота, она тяготеет в первую ступень. И потом надо будет после нее играть в первую, потому что у нее тяготеет. Начнем с простого. Значит, с первой ступени, нота соль, соль-мажор. Как мы можем с ней работать? Ваша задача выжать максимум из этой одной ноты, первые секунды соло. Ну и сейчас мы в режиме, мы сейчас в режиме находимся упражнения, поэтому попытайтесь наложить на эту ноту какой-то ритмический скелет. Шестнадцатые, триоли, восьмые. Сделать фразу, чтобы было интересно звучать. Можно вот так. Вплоть до вот таких фраз. Одна нота. То же самое можно проделать с третьей. Сейчас говорят, что тоники играть не модно, тем более, если вы труд-джазист, начинаем, мы можем начать также с третьей. Соль-мажор и третья, это Си. Вот она. Звучит хорошо. Можно также с ней. Вот она. Можете использовать слайды. Октавы. Что угодно. Мы нашли первую. Можно начать с пятой. Как звучит пятая. И пришли в первую. Первую ноту. Найдите ее на грифе. Попробуйте. Найдите какие-то для себя фразы, интересные ритмические скелеты. Дальше мы добавляем вторую ноту. Если мы начали с первой, то это может быть третья или пятая. Если мы начали с третьей, то может быть, соответственно, трезвучие, пятая или первая. Соответственно, мы представим, что это первая. Вот мы начали с нее. Дальше мы должны добавить третью ступень, вторую ноту. Можно играть дабл-стопы. Дальше идем в пятую. Получается трезвучие. Можем играть первую на октаву. Выжимаем максимум из трезвучия. Дальше можно добавить пятую и шестую. Тем самым это все превратится в пентатонику в мажоре. Играем пентатонику. Выжимаем максимум из нее. Четвертая. Где четвертая, там и вторая. Мы тем самым пришли в пентатонику. Начиная с одной ноты. Первая, третья, пятая. Пятая плюс шестая пентатоника. Дальше у нас мы добавляем четвертую и вторую. Получается полная мажорная гамма. Также седьмая можно добавить. Да, седьмой ступень. Далее, после того, как мы пришли с пентатоники в гамму полноценную, со всеми нотами, добавив четвертую, вторую, седьмую, мы можем ступить на следующую лестницу, на следующую ступень лестницы. Это хроматическая гамма. Играть все ноты от соль до соль в данном случае. Ну, с правильной фразировкой, естественно, разрешаясь основные тона. Но используя все ноты, добавляя. Как это можно делать? Играть все ноты. Здесь я использовал еще и полутона, те ноты, которые нет в тональности. В итоге дальше уже нечего добавлять. То есть мы проходим вот такой некий алгоритм. Первая ступень, одна ступень, первая, третья или пятая. Потом добавляем третью, если мы... Если первая. В общем, первую, третью, пятую изначально. Потом мы добавляем у нас шестую, превращая в пентатонику. После пентатоники мы добавляем уже четвертую и вторую. Плюс седьмая, получая гамму. И в итоге, в конце, в самом, как бы в кульминации, мы можем добавить хроматическую гамму. И сделать еще и добавить полутона. Вот так. Данный алгоритм также можно развивать. И тут нет предела совершенства. Над ним можно работать. Чем больше вы этому уделяете внимания, соответственно, тем лучше у вас получается соло. И это может стать крутым оружием в вашем арсенале музыкальном. Но вы можете этот алгоритм использовать в контексте своей музыки. Вы можете его попытаться использовать в своем материале, в каких-то коверах или в джазе. Но надо участвовать, что есть какие-то стилистические моменты. К примеру, если вы играете металл или панк-рок. Надо там четыре такты, какое-то басовое небольшое соло, заполнение, бридж. Я не знаю, все что угодно. То тут не все ступени будут одинаково полезны. Например, если вы играете там какой-то ковер поп-зиверта. И вам нужно там опять же сыграть четыре такта небольшого соло. И вы начнете там теребить седьмую ступень, например, какую-то. Которая такая доминантовая, она джазовая. Придаст такую джазовость. То это будет не в тему, соответственно. То есть, если это поп-рок, то больше это трезвучие, пентатоника какая-то. Как правило, на этом все основывается. На пентатонике и трезвучии. Но там огромное поле, не паханное просто. Огромное поле для деятельности. Если же есть септаккорды, например, фанк, босса нового стандарта, джазовый, фьюжн, где есть септаккорды. Там можно больше возможностей немного. Можно использовать опять же хроматическую гамму. После трезвучия, после арпеджио септаккорда. Например, после пятой можно сразу выйти на пентатонику. Потом выйти на блюзовую гамму. Можно выйти на хроматическую гамму. Далее, увеличив, можно уже все ноты играть. В итоге у вас должна получиться в самом конце, это блюзовая, не блюзовая, сори, извиняюсь. А хроматическая гамма. Вы должны прийти от одной ступени, первой, третьей или пятой, с какой вы начнете, как вам удобно, как на ваш взгляд. Можете седьмой начать, например. Но если это, конечно, не поп какой-то там. Вы начнете седьмой, придете, в итоге вы должны дойти до хроматической гаммы. Через пентатонику, через трезвучие, через добавление вот этих ступеней. Это бесконечный процесс, над ним надо работать. И чем больше вы над ним работаете, тем лучше результат, очевидно. В итоге, чем же полезен данный материал, данное видео, данный алгоритм, данный подход? Кому он будет полезен? И к чему можно в итоге прийти, занимаясь тем, чем я сейчас рассказал? Во-первых, можно часто видеть высококлассных бас-гитаристов, суперпрофессионалов своего дела, которые играют там очень быстро, технично, там быстрее, чем многие гитаристы, там и круче, и все. Но у них есть небольшая проблема, они начинают с нулевой секунды сразу поливать это соло, и это не круто. Это все равно, что вы играете в дурака с другом, и вам в руку пришло сразу два козыря, там туз и король, и вы сразу первые два хода их выкинули, и он потом в конце его загасил этими козырями. То есть вы выкидываете сразу все свои козыря, и дальше крыть нечем получается, неинтересно слушать. Но в картах вы не проиграете, конечно, но ваш соло будет слушать не очень. Его захочется промотать, оно будет, ну, нечем не удивить уже. Вот я с нулевой секунды уже рассказал все, и все, дальше что, нечего рассказывать. Поэтому есть такое понятие, как композиционное мышление, кульминация. Соло должно быть начинаться с минимума, начинаться с минимум нот. Поэтому я и говорил, акцент делал на том, что начните с первой ноты, попытайтесь для себя найти какие-то с ней фразы, ритмические скелеты наложить на это все дело, какие-то интересные фишки. У меня есть в запасе несколько таких фраз, я их играю обычно. У каждого у вас может быть свои какие-то фразы, на две нотки найдите какие-то алгоритмы, по всему грифу поиграйте на три нотки. И в итоге вы выходите, как я и сказал, на хроматическую гамму, на все ноты вообще в этом мире. Эта методика поможет вам сделать интереснее ваше соло, поможет с минимумом вам прийти к максимуму логично, чтобы не надоедать, чтобы интересно будет слушать. Этот алгоритм подойдет не только для бас-гитаристов, но и хорош для других инструменталистов, например, пианистов или тех же гитаристов, неважно. Но, как мне кажется, лично по мне, для басистов он подходит лучше всего, как будто для этого и создан. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, я думаю, все получится. Если у тех же пианистов, к примеру, там немножко сложнее, там надо и в левой руке думать, как басом обыграть вот эту мелодию вправой, и этого не будет достаточно, этого материала. Но для басистов здесь есть очень многое, прям можно тащить очень долго и очень хорошо. Но даже среди пианистов есть примеры, например, у меня есть один из моих любимых музыкантов вообще, это Толониус Монг, пианист. Он супер минималист, он играет, у него есть тема там, он играет три ноты тема произведения, там минуту он может три ноты обыгрывать. Естественно, с басом, но в целом мелодия это из трех нот. Он научился максимально выжимать максимум из минимума, он довольствуется малым. Это очень круто. Поэтому я и говорю в этом видео, начните с одной ноты, начните с третьей ступени, с первой. Раскачайте первую, третью максимум по всему грифу. Это вам поможет и лучше видеть гриф, и лучше ориентироваться в гаммах, найти какие-то фразы новые для себя, поковыряться. Потому что вы увидите, когда у вас точки эти загорятся, первая, третья, первая, третья на вашем грифе, у вас сразу и фразы какие-то пальцы встанут куда надо. Добавьте пятую. Толониус Монг это яркий представитель вообще вот этой темы минимализма. Хотя в Википедии написано, что он один из основателей бибопа, это окей, но он отличался именно вот этим, что у него тема, импровизация, он мог на двух нотах, там, квадрат блюза какого-то, на двух нотах сидеть. Это очень круто. Надеюсь, это видео будет полезно вам для практики, для развития. Вы, может, найдете что-то новое, может быть, позанимаетесь даже немножко, найдете новые фразы, выйдите из творческого тупика, вдохновитесь, в конце концов. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Любви, доброты, пока. Субтитры подогнал «Симон»